Оксана Кундеренко сейчас с нами на прямой связи из Лондона. Оксана, здравствуй, ты была на месте теракта. Как оценивается уровень безопасности и что сейчас происходит в столице Британии? Добрый вечер, Наталья. Сложно говорить о безопасности, когда на улицах города гибнут люди. Но я могу заверить, что местная полиция, спецслужбы и даже армия прилагают все возможные усилия, чтобы сохранить спокойствие в городе. Количество патрулей огромное. То и дело, воют сирены, пролетают вертолеты. Но это не мешает жителям и гостям Лондона наслаждаться редким теплым выходным днем и осматривать достопримечательности. В районе теракта оцеплены сразу несколько кварталов. Закрыты многие станции метро, железнодорожная станция. Автобусы следуют по объездным маршрутам, всюду пробки. Мэр Лондона Садик Хан сегодня неоднократно обращался к горожанам и вот что сказал в последнем заявлении. Я знаю, что медиа уже сообщают о рейдах, но прошу не спекулировать и не разглашать детали следствия. Ведь службы безопасности работают в нескольких направлениях, рассматривают несколько версий. И собственно самой операции на востоке Лондона это весьма неблагополучные районы. Там проходят обыски и аресты. По свежим данным в руках полиции 12 человек и четверо из них женщины. На фото на задержании не видно лиц, но можно рассмотреть, что их головы покрыты шарфами, а одежда характерна для мусульманских стран. Сейчас следователям предстоит установить личности нападавших, их круг общения и понять, кто еще может стоять за атакой на Лондон. По последним данным 21 из раненых остаются в критическом состоянии. Погибли, напомню, семеро. Панихида по ним состоится послезавтра. Студия. Спасибо. Это была Оксана Кундеренко с информацией об атаке на Лондон-Бридж. А чуть позже она расскажет о другом событии в британской столице, которому террористы, к счастью, помешать не смогли.